Добрый день, с вами Дина Краснова и в этом видео я вам расскажу про уведомления об исчисленных налогах износов. С 2023 года в ФНС нужно подавать уведомления об исчисленных налогах износов и подавать нужно до 25 числа месяца. Сейчас действует новая форма уведомлений, она утверждена приказом ФНС от 2 ноября 2022 года. Это бухгалтерия и предприятие. Данные формы тоже уже реализованы в версии 3.0.127. И уведомление подается по тем налогам износов, по которым мы не подаем декларацию. Например, на прибыль не нужно подавать уведомления, так как подается декларация. Уведомления подают только налоговые агенты. По НДФЛ уведомления подавать нужно, причем в течение года нужно подать 13 уведомлений. Так как у нас есть еще отдельный срок уплаты НДФЛ в декабре. По страховым взносам подается уведомление за те месяцы, за которые не подается расчет по страховым взносам. То есть, например, за январь и февраль нужно подавать уведомления, а за март уже не нужно подавать, так как будет подаваться расчет. По УСН подается 3 уведомления по уплаченным авансовым платежам. За год подавать не нужно, так как будет подаваться декларация. Ну и по имущественным налогам подавать нужно, так как по имуществу срок подачи декларации позже, по транспортному и земельному налогу вообще декларация не подается. А вот по НДС не нужно подавать уведомления, потому что по НДС будет подаваться декларация каждый квартал. И в программе 1С Бухгалтерия 8 редакции 3.0 формула доведомления доступна в разделе операции, а еще уведомления. Здесь, если у вас программа обновленная, уже действует новая форма уведомления. Вот так вот она выглядит от 2 ноября 2022 года. Здесь у нас идет титульный лист и сама форма. Но обратите внимание, что удобнее всего форму уведомления создавать не отсюда, потому что если мы будем создавать отсюда, нам нужно будет ее все вручную заполнять. А заполнять из календаря бухгалтера. Вот здесь вот у меня есть календарь бухгалтера. Если у вас вдруг здесь календарь недоступен, его можно вытащить через настройки. Вот здесь, если мы нажимаем на стрелочку, есть настройки. Настройка начальной страницы. И данный календарь – это список задач. Он, если у вас не активен, должен быть доступен в формах. И вы его можете вытащить. Но обычно я вытаскиваю в правую колонку, чтобы у меня здесь он справа был. И было видно, какие мне нужно выполнять задачи. То есть список задач вытаскиваете, и календарь будет доступен. Здесь, если мы посмотрим, вот, например, есть уведомление по NDFL. То есть отсюда я могу создать уведомление по NDFL. И данное уведомление, оно будет сразу заполнено нужными данными. То есть ничего вручную заполнять не нужно. Здесь только поменять дату, например. И аналогично по другим налогам и взносам. Здесь тоже можно из календаря заполнять. Вот такая вот новая форма уведомления. У меня сейчас уже доступна в программе 1С Бухгалтерия 8, редакция 3.0. И ее уже можно заполнять. А более подробно про изменения 2023 года я рассказываю в своем бухгалтерском клубе. Ссылку на клуб вы найдете под этим видео. Также хочу напомнить, что у меня есть личный телеграм-канал. Ссылку на него вы тоже найдете под этим видео. А я благодарю вас за внимание. С вами была Дина Краснова. Подписывайтесь на мой канал. Поддерживайте это видео лайком и комментарием. И заходите на мой сайт и социальные сети. Все ссылки вы найдете под этим видео. Также они доступны на экране. А я благодарю вас за внимание. С вами была Дина Краснова. И до встречи на следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok